Всем привет! Сегодня у нас будет заливка стяжки теплого водяного пола. Полусухая стяжка механизированным способом. Я все покажу от А до Я. Вперед! Оставайтесь на месте. Во-первых, для стяжки нам потребуется крупнозернистый песок. Фиброволокно. Служит для армирования стяжки. Я добавил его в сухом виде. Некоторые скажут, что производитель советует разбавлять его в воде. Как же так? Но это подходит для бетона. А для стяжек полусухих особенно. Было замечено, что если добавить его в воде растворенной, то он потом оказывается катушками. Полностью не размешивается. Не знаю, в чем дело. Практический опыт. Цемента и песка 5 к 1 соотношение. Готово. Посылаем смесь. Компрессор нагнетает воздух. И под давлением посылает его по шлангу. Порциями он поступает сначала на второй этаж. Субтитры делал DimaTorzok Демперная лента обязательна, достаточная 6-8 мм толщиной, служит для того, чтобы стяжка пола при нагреве расширялась и не трескалась. Дам шампат? Да. Спасибо. Сейчас недавно отказался, хотели. Заказчик ходит на трубе делать 3 сантиметра. Почему? Нормально-то где-нибудь. Я так не делал. Кто там нашелся, умник, они вот делают. Через двери, двери, паше трескало. А что мне делают, не знаю. А кто теперь делает шляпку, у них и спроси. Сначала песко-цементную смесь выравниваем по краям. Делаем маяки. Отбивается по лазерному уровню. После этого заполняется середина и начинается выравнивание. Чем удобен такой способ? Металлические маяки еще предстоит вынуть. Их нельзя оставлять в стяжке, особенно под теплый пол. А здесь в этом нет необходимости. Умелые руки мастера доводят все до идеальной гладкости. Новый поделился секретом. Главное просто разглаживать и добавлять туда, где есть пустоты. Главное просто разглаживать и добавлять туда, где есть пустоты. Главное просто разглаживать и добавлять туда, где есть пустоты. Еще раз скажу. Демпферная лента должна примыкать ко всем стенам, пилонам, колоннам. Для больших помещений используют большое правило. Для помещений поменьше соответственно... Финишная подготовка используется за шлифовальной машиной. С ней можно добиться идеальной гладкости. Финишная подготовка используется. Финишная подготовка используется по х Hail用. Уже готовое покрытие под плитку или даже ламинат. Никакой выравнивающей стяжки наливного пола не потребуется. В углах примыкания стен необходимо пройтись ручным инструментом. Излишки лучше сразу снять. И добавить туда, где нужно. После затвердевания это будет уже достаточно проблематично. Демпферная лента остается выше уровня стяжки. Срезать ее не нужно до того, как произведется укладка плитки. Потом ее можно будет срезать заподлицо. В местах примыкания дверным проемом делается разрез. Чтобы снять напряжение бетонной стяжки. Что будет, если заливать бетон зимой и не обогревать его? Просто крошится. Он не набрал свою прочность. Просто замерз. И это все придется переделывать. Тому, кто делал. Не верьте тому, кто говорит, что бетон не надо обогревать. Все готово. Стяжка залита. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok